Исполнение поэзии Виктора Строганова. Встречайте. Шляпку, спичку, коробок. Окей. Да, вы совсем не видите. Вы здесь. Друзья, небольшая разговорная пауза, пока артисты там тоже стесисты переодеваются. Меня всегда интересовал вопрос. Почему цыганская культура была наиболее популярной в 19 веке? Почему русская аристократия и городские обыватели так увлекались цыганщиной? Слово цыгане ассоциировалось с безудерным весельем и неограниченной свободой. Русские аристократы и граждане обыватели, живя в самодержавной стране, предъявляли спрос на романтическое свободолюбие и цыгане охотно их подвигали. Кто идет перед толпою по широкой площади, с загорелой кососою на чеках и на груди? Под разодранным покровом проницательно черна. Кто в величии суровом? Эта дивная жена, ее солоконы небрежно, по ногам и ее плечам, искры наглости мятежно разбежались по очам. Из рашней ударов сети, как гремучая река, бьются сладостные речи у бесстыдной языка. «Узнаю тебя, Вахханка, незадвенной старины, ты коварная цыганка, дочь свободы и весны», писал поэт Александр Полежаев, поэт начала XIX века. По мнению большинства историков, цыгане появились в России сравнительно поздно, в эпоху Петра I, придя из Речи Посполитой. Мода на цыган завел в России графа Алексея Орлов, одна из коваритнейших фигурам антюрного и галантного XVIII века, богатырь, с лицом изроданным дуэльным шрамом, богач, путиво, победитель турецкого фото, причестный участник убийства Петра III, брат Екатеринского коварита Бегория Орлова, похититель снежной таракановой и создатель породы орловских красоков. Графа Алексея полюбил цыганское пение во время русско-турецкой войны и в 1774 году, продемонстрировал московскому обществу диковинку, цыганский хор и оркестру. Распространено мнение, что орловских лухаристов на территории современной промыния, где цыгане находились в Рамке, а затем дал им вольную. Дика гармония полдикого народа и мрачины крикли в двух громких голосов, но даже в песнях их отвага и свобода, наследия кровные их дедов и отцов, когда весельем, восторгом вдохновенной вдруг удалось петь, весь цабр запоет, и громкий плеск похвал повсюду пробужденный, беспечный умытый гадок увлечет. Нас моглых лицах их вдруг радость заиграет, в глазах полуденных веселье загорит, и все в них пламенно и ясно выражает, что чувство длинное их души шевелит, писала поэтесса середины XIX века Евдокия Распорчина. Руководителем хора являлся Иван Трофимович Соколов, а самая известная солистка Сипонида Солдатова. Смартисты были предписаны к крещанскому сословию и селились на большой и малой Гурзинской улице, в районе современной станции метро Барикадное. Хор Соколов исполнял как цыганские, так и русские народные песни и упал в русских национальных костюмах. Концертный костюм, который чаще считают исполненно цыганским, появился лишь в начале XX века. Московские цыгане в тому времени прославились, так что даже Наполеон захотел полюбоваться на знаменитую русскую забаву, но выяснилось, что хор перед приходом французов эвакуировался в Ярославль. По примеру Орлова, свои цыганские хоры завели в Кербурге Екатерин, Старлы, Потемкин и Безбородко, но все-таки столице российских цыган навсегда осталась Москва. Открылись популярные трактиры с цыганскими оркестрами под Масконом Перова, затем знаменитый Яр. Что за грустно взять гитару, запеть песню про любовь, аль поехать лучше к Яру, разогреть шампанским кровь. Там цыганки молодые, будем петь, гулять всю ночь, я раздам им золотые, раздамю тоску я прочь, эй, ямщик, гони, как Яру. Эх, лошадей, лошадей, брат, не жалей, тройку ты запряг, не пару, так вези, брат, веселей. Но самыми популярными были поездки в Тавр, посреди прочувственного путежа неизбежно раздавался крик, а мы с нем цыганам. Веселая, не следовая компания кидала строки, а вот сам загул продолжался до рассвета. А поехали к цыганам, наплевав на все дела, где медведи и гитары, искры жаркие костра, запрягая коварного, да побольше бубенцов, и туда, где рвут оковы голоса, шарик, сердцов. Дорогие гости цыгане ждали в любой час дня и ночи, за каждый стакан, каждую песню, каждый танец полагалось платить отдельно. Путило сарели деньгами без счета. Просадиться с этим цыганам было особым шагом. Когда-то гордый и надменный, теперь цыганка я в раю, и вот прошу ее смиренно спляши, цыганка, жизнь мою, и долго длится пляж ужасный, и жизнь проходит предо мной, безумный, сонный, прекрасный, и отвратительной мечтой, кто кружится, закинут руки, кто поползет змеей, и вдруг я замерла в искоме скуки, и бубен падает из рук, о, как я был богат когда-то, да все не стоит ли сока, вражда, любовь, молва и сладок, а пусть смертная тоска, писала и камни голоса. Классо, приближенное ко двору, увлечение цыганами, это читало сделано межкомыслом, и не приветствовало, зато офицерство, купечество, творческие люди, и просто богатые бездельники предавались ему со всей русской широтой. В 19 веке, когда главным предписанием этикета была издержанность, только у цыган можно было по-настоящему отвести душу, надрывные песни, и вступленные танцы заставляли дрожать тайны и сердечные струны. «Мало слыхал подобного», писал известный савианофил Киреевский. «Едва ли это русский, который мог бы равнодушно слушать цыган?» Тогда же возникла шутливая присказка. Русский человек умирает два раза за родину, и когда слушает цыган. Действительно, цыганское искусство и парадайм настроение были особенно созвучны именно русскому характеру. В Европе цыгане никогда не были так популярны. Связано это с тем, что европейцы более рациональны, скупы на эмоции. Действительно, трудно представить себе английского или французского аристократа, пускающегося в пляс с цыганами или рыдающим над несколькими мечтами несовершенством мира и все глухонное сердце. Среди интеллектуальных знаменистей России позапрошлого века откровенно отрицательно относился к цыганским только Сяадаев. Зато Денинский поклонник, Куркин, Колстой, Слепли, Слепли, Лагуб, Морожинский, Язвиков, Денисов, Эдух, Аполлон, Григорий, Глеб Успенский едва не женился на цыганской Женились на цыганской Капанатий Пет, Низьям Акварти Уральский Миллионер Нечаев Известный Значу Левики Баблистих Родственника Льва Колстова Брат Сергея Николаевича Дядя Федор Шовской Американец Ну и конечно Пушкин Больше всех из русских литературных классиков цыганами цыганской темой был связан с Пушкин 14-летним лицейстом он принимался писать Ганя живет в Кишиневе не просто едет у цыган погулять и выпить однажды провел две недели в таборе в Москве спал крестным отцом внучки знаменитой цыганской птицы Стеши что является единственным известным случаем его крестного отцовства над лисистыми брегами сейчас вечерней тишины шум и песни под шатрами и огни разложены здравствуй счастливое племя узнаю твои костры я бы сам в одное время провожал и шатры завтра с первыми лучами ваш исчезнет вольный след вы уйдете но вам не пойдет уж ваш поэр он бродящий наследие и проказы стрины позабыл для сельской месяц и домашней тишины цыганской цыганской с красивой жизнью бывших господствующих классов. Ушли в прошлые лодовые тройки и ночные путешествия шампанских. В эмигрантских эфициальных Париж-Деюрка-Шанхая цыганские хоры стали элементом русской экзотики. А в рамках развития советской культуры, национальной, покорной и социалистической посодержания были созданы цыганские театры Романтии и ансамбль Николая Свеченко. В советских месторных огражданской войны часто присутствовал красный разведчик «Цыган», который благодаря детали и проникновенному голосу легко проникал в белый лагерь, а заодно помогал режиссеру упрятить картинные музыкальные номера. Немалым успехом пользовались основные на цыганской музыке фильмы «Табор уходит в небо» и «Русский роман». Махнатый шмель, натушистый шмель, запляя серая камыши, а цыганская дочь за любимым ночь по родцу с бродячей души «Так вперед за цыганской звездой кочевой, на заказах, где дрожат паруса, и глаза глядят за бесприютной тоской, багровеющей небесами». Хотя и скотворение написано «Киплингом», но оно ложится на русскую душу. Однако исчезла главная, порождавшая цыганщину образ жизни в состоянии души. А когда снова появились сегодня люди, способные за вечером пропустить кучу денег, у них оказались уже другие вкусы. Зато цыганский архитект растворился в русской музыкальной культуре, но ложил на нее них Владимир Петчатов. Цыгане подарили Испании танец «Пламенко», а Россия увлечение гитарой и городской роман. То, что сегодня зовется русская народная музыка, на самом деле мало напоминает старинный крестьянский напевок, исполническая манера ансамбля Надежды Бабкина и Андрея Партухадышевой, основана на цыганском стиле, с его сочетанием разрухательств и единодушевности. Короче, как говорил герой комедии Шерлин Мерли, «Какую русскую мелодию не возьми, а кафеду...» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова